Добрый день дорогие слушатели! Сегодня с вами Алик Пухаев и автор канала Алихан Зинат, Алихан Хуранов. И поговорить мы хотим на тему возвращения в Осетию. Алихан, скажи пожалуйста, что тебя сподвигло после стольких лет обучения в Москве все-таки вернуться обратно на родину? Понимал, что в Москве, скажем так, качественно жить с семьей для меня пока невозможно на тот момент. Это, наверное, была основная причина, по которой я приехал. То есть детский сад, школа, жилье, нормальный район, что для меня всегда имело значение очень важное. То есть район, где ты живешь. Не размер жилоплощади, а в каком районе ты живешь, с какими соседями, в какой среде и так далее. Ну, основная причина была вот эта. То есть это было возможно только дома. То есть качество жизни в Осетии на порядок лучше, чем в Москве? Да. Если говорить не о финансовых показателях, не о размере заработной платы, а о качестве, ну, этот фактор многогранный, да, качество жизни, я думаю, что в Осетии он выше. Ты знаешь, мне многие вот после первого нашего подкаста о теме возвращения в Осетию, мне многие говорили о том, что вот у них нету возможности вернуться. То есть нету каких-то вариантов, историй, которые они могли бы использовать, чтобы вернуться и зарабатывать в Осетии. Вот для тебя это тоже же вопрос стоял очень сложного. Вопрос, вопрос проживания компактного, либо вопрос, я недавно об этом писал в канале, то, что если, когда уезжает молодежь, это сказывается и на демографии, и на экономической ситуации в республике. Это рабочие руки, это будущие родители, которые уезжают, и, ну, если называть вещь своими именами, они во многом становятся потерянными для будущего республики. Поэтому этот вопрос должно решать руководство для того, чтобы создавать условия и социальные, и экономические для возвращения людей в республику. Кроме как здесь, у нас, будучи в меньшинстве, в этой огромной стране, у нас нет возможности создать, нет возможности для самосохранения, скажем так. То есть возврат в Осетию для тебя был изначально авантюрой, но ты говоришь о своих идеалистических представлениях. Можно сказать так. А на твой взгляд, я знаю, что ты столкнулся в Осетии по приезду с, тебе было трудно найти квалифицированных сотрудников для своего проекта. У тебя вообще постоянно возникали вопросы именно с квалификацией людей, и как ты это преодолевал, приходилось ли тебе само обучать людей, или, опять-таки, если ты работал с людьми, то они, как правило, были за пределами, ну, не из Осетии, а откуда-то из других регионов. У любого работодателя в республике проблема кадров стоит острейшим образом. То есть у любого спроси, у которого какое-то производство, то есть любой бизнес, связанный с наличием какой-то квалификации, он связан с поиском, с острой необходимостью, с острой нехваткой кадров. Это один момент. Второй момент, который не сугубо профессиональный, а скорее культурный, скажем так, культурно, ну, если называть вещи своими именами, и это общекавказская проблема, культурно кавказцы очень скверные работники. То есть, ну, множество-множество явлений проявляется, но основной момент то, что, скажем так, личные отношения, вот у нас, они мешают профессиональным. И хотя у меня всегда работали мои там родственники или друзья или знакомые, по крайней мере, пополам, но я эту тему понимаю, и, то есть, возможно, это исключение, мой случай исключения, а не правило. В общем, проблема, да, проблема кадров есть. Смотри, в своем телеграм-канале ты часто пишешь о проблеме необходимости культивирования социального капитала. И когда ты говоришь о кавказцах, то, что не скверные работники, может быть, речь идет о, скажем, привычной системе там западного менеджмента, где есть четкая система подчинений, в то же время, как, например, если мы будем руководство там южнокорейскими форматами менеджмента, где вот как раз такие эти личные отношения, они же там помогают работать и создавать бизнес. А почему вот в Осетии эти личные отношения, они им мешают? Смотри, тут нужно, наверное, разделить два момента. Социальный капитал, о котором ты говоришь, в условиях России это мощнейшее конкурентное преимущество. То есть, способность создавать коалиции для решения экономических или социальных вопросов у людей, которые связаны этническими, религиозными, родовыми узами, она, конечно же, выше. И если мы посмотрим на малый и средний бизнес, где это проявляется наиболее ярко, то в этих сферах кавказцы очень успешны. Даже не будучи профессионалами, не будучи высокообразованными специалистами, они очень успешны именно в силу вот этих вот социальных связей. Но другой момент, то, что кавказец, как работник, у него отсутствует понятие профессионализма в массе своей. То есть, пунктуальность, ответственность за средства производства, умение строить общение с клиентом без моментов чисто нашинских, это встречается очень редко, этому людей надо учить. Но просто вот тот вопрос, который ты задал, и профессионализм, это немножко разные вещи. Естественно, бизнес сделать кавказцу гораздо проще. В силу того, что он доверяет, может доверять своему родственнику, другу, они могут скинуться деньгами, могут продать чей-то дом или машину. Им легче находить точки взаимодействия. Но как профессионал, как квалифицированный работник, это хорошо проявляется в технических очень областях. У нас даже в республике большинство, подавляющее большинство технарей, они, ну скажем так, не титульной национальности, да? Из меньшинств национальных. Вот это яркий пример того, что в каких-то сферах мы хромаем сильно. Согласую с тем, что клиентаориентированность не наша сильная черта. Но вот читая отрывки из старых газет, вообще, ну, книги дореволюционные, которые описывают дореволюционный период, вот там ты говоришь о непунктуальности, о безответственности. Но это не было характерной чертой нашего народа, наших народов. Потому что вот на Кавказе же именно вот ответственность, пунктуальность, они имели большое значение. На твой взгляд, что вдруг изменилось? Почему тогда эти вещи ставились вот прямо, скажем, во главе всего? Сейчас мы как раз таки известны, как такие довольно расхлябанные персонажи. Мне сложно об этом судить. Народы меняются, культуры меняются. Наверное, ну, тут, наверное, более глубокий анализ нужен, чтобы проследить эту динамику. Причины появления вот этой необязательности, ненадежности, отсутствии, там, ответственности за свое слово, которое, казалось бы, да, для кавказца, для стина, ну, оно культивируется, и на таком уровне идеалистическом оно довольно-таки высоко ценится, да? То, что мужчина держит слово и так далее. Почему это не проявляется в экономических взаимоотношениях? Для меня загадка. Хотя это было бы очень сильное преимущество, как для внутри, внутреннего взаимодействия, так и взаимодействия там с партнерами, там, в России или где-то. То есть, если бы было представление о том, что, вот, кавказец, он соблюдает договорные отношения, финансовые, экономические, неформальные в том числе, то это было бы очень полезно. А сейчас, ну, кидняк – это нормальное явление, да, этим, если не гордятся, то, наверное, этого и не особо стесняются. Почему это, я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Ну, в одном из своих постов ты как раз таки писал, что именно договорные отношения и обязательность их исполнения являются основой западной цивилизации. Основой цивилизации вообще. Вообще, да. То есть, цивилизованный человек – это тот человек, с которым можно договориться и быть уверен в том, что он этот договор соблюдает, какой бы национальности и культуры он ни был. Если он богат, современен, пользуется гаджетами и прочим, но он не соблюдает договора, это дикарь. А на твой взгляд, чем-нибудь кавказский кидняк от общероссийского кидняка отличается? Не знаю. Эстетикой, может быть. Эстетикой, подходом, да. Когда ты приехал в Осетию, вот ты же столкнулся с этим всем, причем, наверное, тебя сразу навалилось. Как ты преодолевал эти моменты? Потому что многие слушатели как раз таки спрашивали, что ты возвращаешься в Осетию, и тебя вдруг тина, ну, не буквально, описывали, тина вдруг тебя начинает засасывать, поглощать, и вот твои идеалистические представления вдруг начинают ломаться, и ты оказываешься просто в депрессивном состоянии. Вот как ты это состояние преодолевал? Было ли оно у тебя вообще согласен с этим утверждением? У меня не было никакой депрессии. Главная проблема, которая здесь есть для человека, который ведет какой-то бизнес, это отсутствие спроса платежеспособного, то есть низкая покупательная способность населения, скажем так. Это главная проблема. Никакой депрессии летины я не наблюдал, может быть, это от круга общения зависит. У меня он всегда был достаточно высокого уровня, поэтому мне здесь всегда было комфортнее, чем где-то. Что бы ты мог порекомендовать, допустим, людям, возвращающимся, все-таки принявшим решение вернуться обратно на родину? Ты знаешь, Алик, я бы, наверное, порекомендовал, если бы я кому-то что-то рекомендовал, то я бы в первую очередь рекомендовал не этим людям, а я бы рекомендовал людям, которые принимают решения, подумать о какой-то перспективе. Не пяти лет до окончания срока или до следующих выборов парламентских, а о перспективе десяти, двадцати, тридцати, пятидесяти лет. То есть, каким образом люди видят будущее республики? Кто здесь будет работать? Чем он будет заниматься? Кто будет учить детей? На каком языке? Каким образом? И так далее. В первую очередь вопросы надо адресовать вот туда, потому что ни один человек, ни десять, ни двадцать, ни тридцать возвращенцев, они не смогут изменить ситуацию в корне. На мой взгляд, будущее республики за малым бизнесом, за малым и средним бизнесом, потому что очередь инвесторов у нас пока не выстраивается, и я не думаю, что на Кавказ и в Осетию пойдут какие-то, в обозримом будущем, какие-то инвестиции. Будущее, на мой взгляд, за малым и средним бизнесом. Каким образом это делать? Ну, какие-то у меня соображения по этому поводу есть. Ну, поделись ими. Я недавно об этом писал, о том, что у нас совершенно неприспособленная система образования. То есть она осталась с тех времен, когда у нас были здесь десятки заводов оборонных, и министерство образования, ну, вообще вузы, вся система, да, там, среднего и высшего образования, они готовили специалистов для этих заводов. Сейчас этих заводов нет. Количество экономистов и юристов, да, о которых, ну, об этом часто говорят, непонятно тоже, для кого эти люди нужны. В то же время, те отрасли, которые формируются стихийно, или должны формироваться, они никаким образом не поддерживаются, приток кадров в эти отрасли, никаким образом не поддерживается системой образования. Это то, о чем я недавно писал, логистика складского отдела. То есть если мы говорим о республике как о будущем хабе транспортном, логистическом, кто будет там работать в этих учреждениях, кто будет заниматься логистикой, отслеживанием грузов и прочее. Юристы-экономисты. Если у нас, да, они таксовали, теперь они будут заниматься складским делом. Если у нас нет ни одного факультета логистики в республике. У нас интересное направление, на мой взгляд, это обслуживание техники, тоже, которая стихийно формируется. У нас вот открываются там, Mitsubishi открылся, Lada, Hyundai. То есть и на этих, в этих центрах работают какие-то люди. И они делают работу в целом качественнее, чем, скажем, в республиках к востоку от нас. Там ситуация с этим еще менее радужная. То есть здесь обслуживаются и по ремонту грузовой техники, и по ремонту легковой техники достаточно много организаций и частников с Ингушетии Чечни. К примеру, рынок сформировался стихийно. Опять же, ни одного среднего учреждения или высшего, которое готовит квалифицированных специалистов в эти отрасли, у нас нет. Мединститут, который, ну очевидно, что уровень его падает год от года, да? Это очевидно хотя бы потому, что, ну у меня есть родственники или родственницы, чтобы так, не конкретизировать, которые, отучившие 6 лет, там не могут ответить на вопрос, там чем сбить температуру, или какие-то элементарные вещи, которые, наверное, сельские, там, врач должен знать, там, уездный какой-нибудь, да? Люди закончили вуз. То есть, они покупали дипломы, если называть вещи своими именами. Если человек купил диплом и потом идет работать в какое-то медучреждение, то это говорит о том, что система, в целом уровень системы падает. Если резюмировать, то, что я говорю, то нужно менять систему образования, чтобы она была заточена на решении конкретных экономических задач. Это раз. Второе, нужно создавать социальные объекты, которые будут привлекать молодых родителей, которые не могут получить, скажем, какую-то услугу, будучи в России, живя в России, даже в Москве, но смогут получить ее здесь. И даже при разнице в зарплате, да, при разнице в зарплате, если посчитать там стоимость жилья, стоимость детского сада, транспортных расходов и так далее, это преимущество нахождения здесь уже будет, преимущество нахождения в столице будет уже не таким очевидным по сравнению с нахождением в Осетии, с жизнью. Второе. Третье. Программа развития малого бизнеса. Вот с этим, наверное, самое сложное, опять же, это мои дилетантские представления об этом. Я представляю себе это так, что вот у нас есть комитет поддержки малого предпринимательства. Там должны быть люди, которые имеют непосредственно опыт ведения бизнеса. Они могут там не работать, но, скажем, как-то сотрудничать с этой организацией. И проекты, которые представляются в это учреждение, на которые выделяются субсидии и гранты, они должны быть привязаны к этим людям, которые будут давать советы относительно того, куда тратить деньги на рекламу, сколько нужно в оборот, сколько в основные средства, что вообще принесет деньги, что не принесет деньги. То есть, конкретные задачи практически, конкретные вопросы практически, на которые молодой предприниматель, пока он не набьет шишки и не обанкротится, в лучшем случае, если он не обанкротился и получил опыт и работает, а в худшем, если он не успел получить опыт, обанкротился и сидит уже и без денег и без своей работы, без своего дела. То есть, вот на эти вопросы они должны отвечать. Верешь ли ты в то, что власть сейчас вообще способна ответить на эти вопросы? Пока что ничего нам не дает подозревать нашу власть в этой способности, но другого выхода, наверное, нет. То есть, изменение экономической ситуации и социальной экономической ситуации в Осетии возможно только, если верхи захотят? Безусловно. Любой, если мы рассмотрим любой кейс 20 века экономического роста, все начинается с экономической программы. Экономический рост не начинается снизу. Если это только не какое-то массовое, скажем, где-то нашли золото или не начали добывать золото или какой-то вдруг открылся какой-то источник дохода массовый для людей. Во всех остальных случаях все начинается с экономической программы. Перу, Чили, Южная Корея, Китай, ну, наверное, это уже более масштабные случаи, ну, я имею в виду отрискновения Китая. Но мы имеем достаточно примеров, когда в достаточно короткие сроки экономики отдельных регионов планеты, они росли и росли достаточно неплохо. Причем, что я тоже отмечал не раз, с тем уровнем ВВП, который имеет Россия и которое мы можем в обозримом будущем получить, мы можем жить достаточно неплохо. можем жить как словаки, как хорваты, как греки, как турки, как население достаточно крепких среднячков европейских, по европейским меркам. у нас есть реально возможность. Жить как немцы или как финны мы, наверное, будем не скоро или не будем никогда, но ездить по ровным дорогам, получать нормальное медобслуживание, учить детей в нормальных школах и получать прочие блага цивилизации, мы имеем возможность, просто для этого нужна программа. Смотри, исходя из твоих слов, можно сделать такой вывод, то есть ситуация не очень благоприятная, но при этом эту ситуацию могут поменять только верхи, то есть какой-то позитив, позитивные изменения возможны только при смене власти, причем речь идет не о Битарове, Мамсурове, а о кардинальной смене власти, смене системы власти. И вот на твой взгляд вообще есть ли какие-то предпосылки к этому, что что-то будет меняться, потому что изначально мы начали говорить о том, стоит ли возвращаться в Осетию, а ты описал очень не красный, ну точнее такую серую прям, картину. Смотри, вот среди моих знакомых, которые занимаются каким-то малым бизнесом и зарабатывают так, чтобы у них не было интереса уезжать из республики и искать работу по найму в Москве, практически все имеют опыт проживания где-то. То есть, человек, который пожил в Москве или Европе, он больше видел, у него, он более гибок, у него и мозги чуть по-другому работают, ну это очевидно. И я знаю достаточно людей, которые в принципе по российским меркам занимаясь бизнесом в Осетии зарабатывают нормально. с учетом тех вещей, о которых я сказал, то, что здесь дешевле жилье, дешевле инфраструктура, еще какие-то вещи, то, что здесь просто лучше климат и там рядом чистый воздух и чистая вода из крана течет, то жизнь в Осетии может быть достаточно привлекательной для молодого человека, мы, прежде всего, о молодых говорим. То есть я не хочу сказать о том, что не нужно приезжать, естественно. Нужно приезжать, просто нужно понимать тех людей, которые тебе писали и тебе выражали свое недовольство. Если у человека нет представления о том, что он здесь будет делать, если он имеет стабильный доход где-то, ты его никакими клещами не затащишь сюда. Если у человека есть какая-то предпринимательская жилка, и он примерно представляет себе, как это работает, или не представляет, но думает, что представляет, то учитывая низкую конкуренцию в республике, кроме может быть кафе, ресторанов, у нас в принципе конкуренция достаточно низкая, и сделать бизнес работающий несложно, даже с небольшими деньгами. Поэтому у этих людей есть перспективы, и ты говоришь, что среди всех твоих знакомых, кто более-менее комфортно здесь себя чувствует, это те люди, которые в свое время уехали из Осетии и вернулись. То есть ты придерживаешься того же тезиса, который придерживался Магаз, который бил, что надо уходить в Балс, и в дальнюю дорогу набираться опыта и возвращаться в Осетию. Я думаю вообще, что для того, чтобы развивать какую-то территорию, чем больше уголков земли ты объездил, в качестве туриста, в качестве работника или в командировке тебя отправляли, то это всегда лучше. Есть вещи, которые не передаются пока еще по сети, через интернет. Это ее опыт живого общения, это и впечатление, и какие-то бизнес-идеи, какие-то контакты. И здесь я согласен с Магазом, ездить необходимо, где-то быть необходимо. Наверное, есть такие люди, которые не наверное, а наверняка есть, точно есть, которые выросли здесь, не выезжали надолго никуда, и создали предприятия какие-то, какой-то интересный бизнес сделали. Но в целом, по моим наблюдениям, это удается именно тем, у кого есть опыт вот такого обмена культурного. Ну, ты представляешь, какой уровень мотивации должен быть у человека, что объездив много стран, Европу, он все-таки не застрял где-то, а вернулся в сеть. Это изначально какой-то должен быть серьезный посыл. Малин, я тебе свою мотивацию тогда расскажу. У меня есть возможность уехать и в Европу, ну, в принципе, сейчас эта возможность есть у многих, я думаю, да, это уже не такой барьер ни в плане оформления документального, ни в плане финансов. Это доступно для многих. но я понимаю, что нигде, кроме своей земли, своей республики, я не смогу создать что-то свое. То есть, люди, уезжая за границу и нахваливая прелести проживания за границей, я понимаю, что они там просто как паразиты, грубо говоря. То есть, они приехали в страну, которую создали другие люди, которую подняли другие люди, и они сидят там и нахваливают, какие у них там чистые дороги, мусорные баки, чистые и так далее. Мне это неинтересно. Мне интересно, чтобы чистые дороги и мусорные баки были у меня здесь. И я понимаю, что это вот такое, ну, амбиции такие, да, цивилизационные, скажем так, и они не реализуемы нигде, кроме как здесь. Ну, может быть, еще в Турции там у нас крупная диаспора, да, там какие-то коллективные действия там можно совершать, а так уехать куда-то и там жить, быть довольным. Ну, человек без амбиций, без вот таких, он к этому готов, я к этому не готов. Мне интересно сделать, мне нужно и необходимо сделать что-то здесь. Говоря об иммигрантах паразитах, я прям понимаю, что ты наш Трамп в идейном смысле. Нет, нет, нет. Я говорю уже не о том, что они могут там работать, они не то, что приехали на пособиях, живут, они работают, они поднимают экономику другой страны, зарабатывают деньги для них, добавленную стоимость и так далее. Я говорю о том, что мне неинтересно уехать куда-то и поднимать экономику и культуру какого-то другого народа, какой-то другой страны, потому что у меня есть свое территориальное образование, в котором я намерен свои амбиции реализовать. Одним словом, перед тобой стоит сверхзадача это реализовать свои большие амбиции только в Осетии. Ну, насколько это будет возможно, да. Чтобы ты правильно понимал, я человек очень любознательный и интереснее, чем путешествия, для меня, наверное, ничего нет. Самая моя любимая программа это Google Street View, на которой можно ходить по разным городам мира и хотя бы через интернет, через на экране компьютера наблюдать, как там все происходит, да, то есть архитектура, там, урбанистика, да, которой ты занимаешься, общение, там, кухня, культурная и так далее, это очень интересно все. Но мне это интересно только как туристу, как человеку, который получает какие-то эмоции и наблюдает за этим, либо готов там поехать пожить 2-3 года, опять же, получить какие-то впечатления, набраться какого-то опыта и приехать домой. В целом, долгосрочно мои интересы и амбиции, они привязаны вот к этому региону, к этому кусочку земли. На этой позитивной ноте мы завершим наш подкаст. Спасибо большое, Алихан. И нашим слушателям прошу обязательно подписываться на канал Алихан, Алихан Зинат, это один из самых интересных и первых каналов Остинского Телеграм-сегмента. Спасибо большое, что слушали нас.